Открывается дверь, и на меня направляются пистолеты. Останавливаешь машину, машина тебе не останавливается. Что делать? Не побежишь же ты за ней, правильно? Если бы я там пьяный ехал, вот это было бы, да, нарушение. Я всегда прощал, я всегда с его людям навстречу. У меня есть такой момент в жизни, я любил очень фильмы такие, Петровка 38, Огарева 6, Я есть погоня. Соответственно, когда я пришел, уже будучи взрослым со службы армии, И вернулся в свой родной двор, я двор не узнал. Половина моих ребят, которые занимались спортом, Они половина пошли по наклонной степени. Наркотики, алкоголь. Соответственно, я примерил эту форму. Пошел работать, и чем не жалел. Форма, она как бы и красивая, и соответственно, ответственность большая. Ну и опять же, решил послужить отечеству. Я встретил просто знакомого, вместе учились, как-то так случайно. Этот человек сыграл какую-то в моей жизни судьбу. Просто мы с ним встретились. Просто на улице встретились, он шел в форме ГАИ. Я говорю, Саша, привет. Он говорит, привет. Я говорю, вот так и так. Он говорит, это самое. Я говорю, ты еще в ГАИ работаешь? Он говорит, ну. Я говорю, да, я тоже, говорит, собирался. И он, этот человек, говорит, давай приходи завтра. Так, сразу включился в эту работу. Я включился в эту работу. Он говорит, да, пожалуйста, проходи комиссию, прочее, прочее. Завел меня водил кадров. И вот эта машина закрутилась очень быстро. Закончив институт в 1994 году и столкнувшись с нехваткой работы, а в ГИБДД у меня работал, ну, товарищ, вот. Как-то мы с ним встретились совсем случайно. Он спросил, как я. Я говорю, вот работаю еще. Он предложил, так как были вакансии, поработать в ГИБДД. После совещания с супругой я согласился и вот устроился. Техчасть была не особо. Мы в основном стояли пешком, на перекрестках по одному. Догоняли машины, о гонках я мечтал. Интересно даже получается. Стоишь на перекрестке совсем молодой, интересный такой, молодой парнишка после армии. Значит, останавливаешь машину, машина тебе не останавливается. Что делать? Не побежишь же ты за ней, правильно? Но в то время был такой Тюменский таксомоторный парк, и там работали еще те советские таксисты, с которыми мы хорошее отношение имели. И вот мы, как бы там ни было, они всегда увидев, что нам кто-то не останавливается, они тут же, мол, неносно, если увидели, останавливаются, и мы начинаем преследование. Опять же, тот водитель, который нам не остановился, отъезжая на какое-то безопасное, якобы, его расстояние, вдруг останавливается поперек машины, такси, и вдруг тут инспектор выходит, который вот и не остановился. Вот это была слаженность, довольно солидарная такая. Мы друг друга понимали, уважали. Приятно было. Тяжело маленькое было. Здесь криминал вышел как-то на дорогу, и совершенно люди стали по-другому себя вести. То есть тот же человек, он как-то себя ввел, как-то, знаете, такие, как блатные, крутые пальцы веером. Там вот стояли без машин. У кого-то личные были машины, но в те времена не очень-то было. Кто-то там у родителей брал машины. Стояли пешком в ватниках, в сапогах теплых и в шубе с ременем. И вот стояли по 8 часов. Конечно, было тяжело в том плане, что постоянно начались, тем более, операции в Чечне стали происходить. Операции антитеррор происходили ежемесячно. Работалось тяжело в том плане, что приходилось работать допоздна, без выходных. Но в плане криминала мы как бы сильно не сталкивались с такими отъявленными бандитскими какими-то разборками. Но помогали в том числе в различных операциях другим службам, которые более связаны с криминальными такими разборками. Люди разные. Есть люди с пониманием, которые это все понимают. Конечно, негатив у тех людей, которые обязательно где-то были обижены сотрудниками. В плане каком? Где-то нарушили и где-то им наказали по закону. Они с этим были незаконно, как бы не согласны. И поэтому вот этот негатив, почему так сделали, зачем и для чего. А это все произошло по закону. Нет такого, чтобы, например, поголовно человека всех наказать. То есть в состоянии алкогольного опьянения вообще разговоров никаких нет. В наркотическом никаких разговоров нет. Мелочи, вопросов нет. По мелочевке остановил, ну, пускай ремень, свет, там, какую-то мелочь какая-то. Вот это можно простить. Я всегда прощал. Я всегда шел людям на встречу. Раньше останавливаешь там за ремни безопасности. Человек говорит, ну, вот если бы я на светофор проехал на красный, вот это бы, я считаю, нарушение. Который останавливаешь за светофор, они говорят, ну, вот если бы я там пьяный ехал, вот это было бы, да, нарушение. А когда становишься пьяным, он говорит, ну, я же не сбил никого. В процессе работы туда приходилось. Если в личной жизни, то, ну, по молодости все нарушают, я считаю. Тут дело даже не в том, кем ты работаешь. А все с возрастом, допустим. Сейчас уже, как бы, в таком возрасте по-другому к правилам относишься и к ситуации. Я стараюсь не нарушать правила дорожного движения, потому что, будучи тоже работать, насмотрелся я ДТП, насмотрелся я вот этих всяких, так сказать, разных казусов на дороге. Горе людей, горе людей. Как-то раз в первой своей жизни я получил обращение от дежурного по дежурной части ГИБДД о том, что вам необходимо проехать по такому-то адресу и оповестить родных и близких о гибели ихнего сына. Печально. Но это первый раз в моей жизни, и я должен был это сделать. Когда я подъехал к дому, я не знал, с какой ноги, и как выйти, и что я буду говорить, и как это все. Но набрался в себе силы уверенности, когда я подошел к двери, постучал в дверь, открыла мама, соответственно. Я ей только сказал, что надо приехать, чтобы вы ознакомились. Ну, на опознании, как она вдруг сразу же взялась за голову, я так и знал, я так и знал. То есть она уже предчувствовала, что сын ведет себя на дороге не очень брежно. Так что я к правилам дорожного движения отношусь только к положительной стороне и соблюдаю ее. Взятки предлагали, взятки предлагали. Вы знаете, по взяткам это тоже такой все время вопрос по ГАИ. Если я бы сказал, если я бы брал бы взятки, я бы, наверное, до майора не дослужился, и до пенсии бы не доработал. Ну да, скорее всего, так и было бы. А я до пенсии дослужился очень горд. Не брал, потому что мне это стыдно совестно. В основном это был государственный транспорт. Частных было машин не так много, и само понятие взятки тогда в 90-е годы еще, ну, как таковое, не существовало. Останавливаю водителя. Вечером открывается дверь, и на меня направляется пистолет. Просто дверь открывается, и водитель наставляет на него пистолет. Как-то получилось так, что пистолет газовый, и водитель пьяный. Но вот это было мгновение. Просто это было, конечно... Даже, наверное, испугаться не успел. Прямо скажу, стрелять меня ни разу не стреляли. Но с точки зрения там задержаний каких-то таких группировок там или криминальных алиментов, конечно, не были, но это была же молодость. То есть все было на каком-то таком юношеском азарте происходило. Поэтому не чувствовалось таких подвигов гереческих. Да, честно сказать, каждый день. Вот идешь на работу в ночное время и думаешь. Ну, как бы ничего не думаешь. Это вот я сейчас уже по стечению этого времени, вот сколько прошло времени, думал, а все-таки вот оценивая сейчас эту обстановку в регионе, вообще в России, за пределами, конечно, идешь и не думаешь. Просто идешь выполнять свой долг, работу. Органы внутренних дел – это, конечно, риск. Потому что, когда ты идешь на службу, не знаешь, что будет. Вообще не знаешь. Это просто была твоя работа. Ты шел на работу, и мы многих ребят похоронили. Вот и в 90-е годы похоронили. И вот человек уходит на работу и не возвращается. Вот. Были у нас случаи. Был у меня во взводе. Он погиб. Тоже ушел на службу и погиб вот так вот. Я хочу, во-первых, поздравить с профессиональным праздником ветеранов ГАИ, ГИБДД. Хочу поздравить действующих сотрудников, пожелать им крепкого здоровья, крепчайшего. Тем, кто на службе, соответственно, мужества, терпения. Всем здоровья. И самое главное, уважайте друг друга. Уважайте водителей. А водителям посоветуют уже уважать инспекторов. То есть, получается, если человеку плохо, он может обратиться к сотруднику любому. Он ему поможет. Как поется в песне, служба и опасна, и трудна, и требует, как сейчас уже оказалось, большого здоровья. Вот всем хочется пожелать здоровья, потому что за эти годы много сил уходит, и здоровье на дороге. Поэтому всем хочу пожелать, прежде всего, здоровья. Берегите себя, помните своих близких. Пусть у вас все будет хорошо.